Начался он примерно 300 миллионов лет назад, а закончился примерно 250 миллионов лет назад. То есть его продолжительность, скажем так, это 50 миллионов лет. За это время очень многое произошло, и нижняя перьма совершенно не похожа на верхнюю перьму по своему разнообразию, по тем видам, которые мы находим там. Органический мир поменялся. Вообще палеонтология – это наука такая на границе биологии и геологии. Там довольно сложно, видите, классификация биологических видов происходит, но она тесно связана с геологией, с наукой о земле. Партнерство «Пермский период» – мы энтузиасты, которые много, не первые десяток лет, мы занимаемся палеонтологией, пермским периодом. Мы продвигаем, пытаемся, по крайней мере, его как бренд продвигать. У нас был даже свой музей, частный музей пермского периода. Вот здесь некоторые материалы даже про это есть. Надо вам сказать, что пермская земля, она действительно исключительно богата на палеонтологические находки. Невероятно богата. Я могу вам сказать, что вы можете найти сами, без труда, какие-то окаменелости, отпечатки, просто глядя себе под ноги. Любая галька на берегу реки, какие-то обнажения, подмытые рекой берега, они все представляют интерес. И я с большим удовольствием могу вам рассказать про некоторые камни, которые здесь лежат передо мной. Вы не только можете что-то найти, вы можете, если не нашли, можете прийти в шоурум Камвы и купить себе немножко пермского периода. Пермский период назван так не случайно. История эта тесно связана с нашей Пермской землей. В 1841 году, если не ошибаюсь, 8 октября, даже дата известна, было опубликовано письмо известного шотландского геолога, зовут его сэр Родерик Кимпи Морчисон, который выделил здесь, на нашей Пермской земле, недостающие горные породы в той последовательности, последовательность осадочных пород, которые накопились в течение времени, до определенного момента геологи понимали, что между подстилающим нижним каменно-угольным периодом, карбоном, и уже известным на тот момент триасовым периодом, есть какие-то породы, которые еще не изучены. Есть какой-то пробел, но найти его не могли. И вот сэр Родерик Кимпи Морчисон изучил те горные породы, осадочные, которые встречались здесь, на территории Пермской губернии, и по месту их нахождения назвал эту систему Пермской системой. А время, в течение которых накопились эти породы, Пермским периодом. Таким образом, во всех геологических справочниках есть период, который называется Пермский. И на самом деле это то, чем нам с вами стоит гордиться изо всех сил. Потому что вот из всех 12 периодов, встречаются периоды из этих 12 корней, в названии которых присутствуют географические названия. Дивон, например, да? Дивоншир, знаете, такое графство. Или Юра. Юрский период, всем известно, там динозавры еще бегали, знаете. Вот Юра, это на самом деле горы такие на границе Швейцарии и Франции. А вот Пермский период, это единственный период, который назван в честь российского географического наименования. В честь нашей Пермской земли. Вот. И не надо недооценивать. Перед тем, как рассказать про камни, отдельная ремарка и очень важная. Нынешнее вот текущее наше законодательство, да, закон о недропользовании, он регулирует вот эту деятельность. Вот. Но есть нюанс. Вы не можете копать тяжелой техникой, разрушать обнажение. Вот. Тем более, разумеется, нельзя производить раскопки на территории охраняемых там объектов, геологических памятников, особо охраняемых природных территорий. Ну, как я уже сказал, вот эти все находки вы можете сделать, ну, фактически где угодно. Вот. Можете выйти на берег Камы и там найти что-нибудь. Вот. Вы можете копать на глубину там до 30 сантиметров какими-то молотками. Ну, то есть, подручными средствами. Это не запрещено. Такой поверхностный сбор, он не запрещен. И все то, что вы видите здесь в шоуруме Камы, это все тоже результат поверхностного сбора, по сути. Хотя некоторые местонахождения у нас лицензированы. И тут часть окаменелости, значит, они с наших лицензированных местонахождений. Там мы уже имеем право немножко разгуляться. Вот. Но про это я вам рассказывать не буду. Сейчас в Перми довольно суровые ведь погодные условия, да. Вот сейчас видишь на улице, можно там уши отморозить себе. Но 300 миллионов лет назад было все немножко иначе. Здесь был субтропический климат. То есть, фактически, как в Сочи. Хорошо, да? Я вам больше скажу. Здесь, да, здесь было... Здесь было все вообще почти как в Сочи. Потому что здесь было у нас настоящее море. Большая часть территории современного Пермского края была взлита водой. Мы с вами ходим по дну Пермского моря. Большинство минеральных полезных ископаемых. Это калийная соль, в первую очередь, гипс. Вот это все остатки деятельности нашего Пермского моря. То есть, там и соль, и гипс. Это все благодаря морю у нас возникло вообще-то. Море было теплое, неглубокое. Примерно 300 метров. Поэтому жизнь там прям бурлила. Вот давайте немножко расскажу. Бурлило по-разному. Ну, вот ракушка. Здесь достаточно эффектно. Я думаю, вот подобные ракушки вы можете найти на берегах теплых морей сейчас. Хотя это вообще даже не моллюск. Называется это животное брахиопода. В переводе с греческого плеченогое. Плеченогое. Брахиопода. Ксения, не брахиопод. Эти животные разделились еще в кембрии. Это можно дать посмотреть нашим гостям? Конечно. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, куда его на море. Брахиоподы отличаются от двустворчатых моллюсков тем, что у них совершенно по-другому от раковины, например, устроенной. У двустворок две одинаковые симметричные раковины, как правило. И вот они открывают. И нога между ними. На ноге они там ползают. А брахиоподы они другие. Они плеченогие. То есть они тоже обладают двумя створками. Но они разные. Они несимметричны. Педальные бронхиальные створки открываются, высовываются плечи. И на этих плечах брахиопода может двигаться. Например, в предшествующем каменноугольном периоде брахиоподы были покрупнее. Кополизой произошел закат, к сожалению, от брахиопод. Но наших брахиопод найти можно много где. Прямо на Сылве, в верхнем течении, где-нибудь в районе Кунгура, к любой горке подойдите. Например, вы знаете, что такое Ермак? Камень-Ермак, широко известный. Но это не скала, это не скальное образование. Это фрагмент древнего рифа, который как раз в Пермском море в те времена. Там было настоящее Пермское море. Но рифы, Сылвинский риф в данном случае, они были не очень похожи на современные. Современные рифы, коралловые строители. Значит, риф основной – это кораллы. В те времена основными строителями рифов были другие животные. Это были в первую очередь и растения. Это были в первую очередь как раз брахиоподы, мышанки. Известковые водоросли хорошо тоже давали материал для строительства этих рифов. И все эти рифы, что интересно, они никогда не выступали над поверхностью воды. То есть, вот камень-Ермак, вы видели, какой он высоты, там 60 миллиметров, если не ошибаюсь. Он был скрыт под водой, и море было выше. И как раз, если вы рассмотрите внимательно, из чего состоит камень-Ермак, вы увидите там в том числе и фрагмент подобных раковин окаменелых. Еще более интересные представители морской фауны, из морских отложений пермских, то, что сейчас я держу в руках, и вот на столе можете посмотреть еще одна раковина, она еще более аттрактивна. Это головоногие моллюски. Вот вы наверняка знаете такое, слышали слово, аммониты. Правда? Вот это не аммониты. Это гониотиты. Аммониты – ровесники динозавров. А вот в пермском периоде аммонитов не было, были гониотиты. Вообще эти животные появились в Дивоне и вымерли вместе с динозавровами в меловом периоде. В Перми их было много. Рассвет гониотитов от этих животных. Он приходится красно-пермский период. Головоногие моллюски, они интересны сами по себе. Сейчас их уже нет, как я уже сказал. Есть ближайшие их родственники – наутилусы. Слышали, наверное? Да, вот если не ошибаюсь, 4 вида сохранилось только наутилуса сейчас. Самый известный – наутилус помпириус. Знаете, они всплывают, регулируют свою плавучесть. Вот гониотит вы умели так же. Дело в том, что сама зверюшка-то она жила не во всей раковине. Вы можете посмотреть, кстати, и в календаре, и на открытках. Там показано, как выглядело морфологически это животное. Они обитали в жилой камере. А вот сама эта раковина, она служила всего лишь поплавком. Они могли наполнять ее, по своему желанию, водой или газом. И таким образом регулировали плавучесть сплава, или, я бы сказал, вниз. По всей раковине проходила трубка, сифон. И камеры, из которых стояла эта раковина, они последовательно могли наполняться водой или газом. Раковины довольно прочные, они прямо такие толстые. Поэтому хорошо сохраняются, окаменевают. Мы их находим в большом количестве. И разнообразие, представленное в шоуруме камва, можете его сами оценить. Их здесь много, они разные. И все вымерли. Сейчас ничего подобного вы уже в живой природе не встретите. Посмотрите, сохранность разная. То есть, вот есть ракушки, которые вы можете увидеть во вмещающей породе, вот в таких камнях. А вот эти раковины, они прямо изъяты из породы. Они немножко из других отложений. Но возраст тот же самый, это артинский ярус, нижняя Пермь. Это все морские отложения пермского периода. И что еще интересно, кстати, про вмещающую породу, надо сказать. Вот эти камни, на которых... Вот, и та ракушка тоже. Обратите внимание, все эти камни, они как будто изрезаны какими-то ходами. Видите, вот, в каких-то прожилках. Это их на фасилии. Это следы ползания червей илоедов. Раньше этот камень был илом. И в этом илу жили черви, которые питались органическими остатками. Их ходы остались вот здесь в качестве напоминания о том, что жизнь очень разнообразна была в Пермском периоде. И в этот же ил, значит, вот упала раковина и окаменело дошла до нас за 280 миллионов лет. Отпечаток, который я держу в руках. Это фрагмент чешуйного покрова рыбок, который называется палеониски. Дело в том, что рыб-то тоже было много. И они были тоже весьма разнообразны. А палеониски, о которых я хотел бы рассказать, они просто удивительны. Представители костных рыб вы встречаетесь сейчас на каждом шагу. Вот селедка, например, это тоже костная рыба. Вы наверняка видели, как выглядит чешуя современных рыб, ну, типа карасей, например. Чистили карпа когда-нибудь. В общем, чешуя и чешуя, да, вот можно ножиком соскрести. А вот та чешуя, которую вы сейчас держите в руках, она принципиально другая. Палеониски, удивительные рыбки. У них, значит, основная несущая способность была у внешнего чешуйного покрова. Каждая чешуйка была косточкой. У них костная гоноидная чешуя. Вот только представьте себе, они как в кольчуге. Каждая чешуйка, значит, была прикреплена к соседним. Поэтому они как в кольчуге, значит, двигаться они... Что? Экзискелет. Снаружи скелет. Фактически, да. Внутренний скелет тоже был. Но он был не развит. И фактически в качестве окаменелости мы косточки тоже наблюдаем, но редко. Но зато, значит, чешуйный покров сохраняется прекрасно. И рыбки эти плохо гнулись. То есть, вот если ее сильно согнуть, она сломается. Вот, плавали не очень быстро. Не очень быстро. Им это было и не нужно. Вы можете также увидеть, значит, на открытках или в книжке, как выглядели эти рыбки. Зубастенькие все были. Задние вот эти плавнички, хвостовые плавнички у них гетероцеркальные, как у акулы. То есть, выглядели угрожающе. Хотя были не очень большого размера эти рыбки. Вот, Ксения, еще один листочек переверните. Да. Больше похоже на тропическую рыбку, на самом деле. Это высокотелый палеониск. Немножко по-другому выглядит, но близкий родственник. Тоже с зубами и тоже, видите, с хвостом. Ну, интересно то, что прекрасно сохраняются все чешуйные покровы, внешний облик этой рыбы. А только представьте себе, вот эта рыба, она в два раза старше любого динозавра. Гораздо древнее всех известных динозавров. При этом иногда встречаются рыбы, вот я как рыбак могу прямо, вот полметра, палеониски, вполне, почему бы и нет. Встречаются и акулы у нас, спасибо, в наших пермских отложениях. Но, к сожалению, в ассортименте шоурума Камва акул нет, потому что встречаются они исключительно редко и представляют большую научную ценность. Различные лягушка-ящеры, темно-спондильные, которые питались этими рыбами. Вы не такая облик, если показала, что это все разведалось? В том-то и дело, что нет. Вот я вам сейчас расскажу одну интересную историю, хотя она немножко не к столу. Дело в том, что, как я уже сказал, вот эти чешуйки, они костные, не перевариваются. Поэтому вот несчастные лягушка-ящеры, которые съели рыбку, не могли переварить чешую. Есть целое направление в палеонтологии, которое изучает ихнофасилии. То есть не сами окаменелости, а то, что относится к жизнедеятельности организма. Например, ползание червей, как к фасилиям относятся, следы какие-нибудь динозавров. Это тоже ихнофасилии. В том числе и выделение животных, то есть окаменелые экскременты животных. Они называются капролиты. Мы их находим в огромном количестве в Куиде. И что интересно? Надо? После сегодняшней встречи, я думаю, что... С удовольствием. Тем более я еще не закончил. Дело в том, что вот эти капролиты, они интересны именно тем, что внутри они прямо напичканы вот этими самыми чешуйками. Как кекс с изюмами разламываешь, а там внутри вот эти самые чешуйки. На самом деле капролиты представляют большой научный интерес, потому что, например, именно благодаря капролитам был сделан удивительный вывод о том, что впервые волосяной покров, или как волос, шерсть, появилась у животных именно в пермском периоде. Да, именно благодаря тому, что в капролитах были найдены остатки волосяного покрова. Ну, очевидно, там горганопсы вылизывали себя, как кошки. Те животные, которые, как сейчас считается, первые взавелись волосяным покровом. А теперь давайте поговорим про континентальное отложение. Это мое любимое. И самым главным здесь является, наверное, из образцов. Это тот, который я держу в руках. Вы когда-нибудь слышали такое название дерева гинка-белоба? Да, конечно. Это прекрасно. Я вам немножко про него расскажу, тем не менее. Считается, что гинка – это символ Пермского края. Города. Города Пермь. Несмотря на то, что гинка сейчас у нас не растет. Почему же так случилось? Дело в том, что дерево – это действительно удивительное. И появилось оно впервые как раз в Пермском периоде, около 300 миллионов лет назад. Это живое ископаемое. Спасибо. Вот так сейчас выглядит листочек гинка-белоба. Это современный листочек. Видимо, прямо настоящий, да? Да. Прекрасно. Его можно пустить по рядам? Да, конечно. Обратите внимание на жилкование. Вот этот листочек отличается от листочка, например, березы, тем, что у него жилки не ветвятся. Дело в том, что гинка относится к голосеменным. То есть, вот эта листовая пластинка на самом деле только выглядит как лист. А вообще-то гинка, оно ближе к хвойным. Оно не вечно зеленое? Ну и лиственница ведь у нас тоже не вечно зеленая. Но даже плод у гинка-белова называется шишкой ягоды. Так же, как и у можжевельника, например. Это голосеменное растение. Вот. И впервые появилось это дерево как раз в Пермском периоде. Хотя оно относится к живым ископаемым. За эти 300 миллионов лет оно практически не изменилось морфологически. Чарльз Дарвин, например, называл его динозаврово дерево. Вот. Хотя он ошибался, потому что оно гораздо старше динозавров. Но это выяснилось немножко позже. Но оно оставило богатый след в культуре мировой. Листочек гинка, например, считался символом любви в Европе. Потому что на сердечко похоже. Его там в любовные письма, значит, вкладывали. Этот листочек. Гёте посвящал ему сонеты. В Европе-то откуда они? Даже сейчас в Калининграде можно найти гинка. Ну, там тёплый климат, почему бы и нет. А если говорить о Юго-Восточной Азии, то это единственное место, где можно встретить гинка в дикорастущем состоянии. Как дикорастущие гинкобелобы сейчас в Китае. Здесь климат был, как я уже говорил, совсем другой. Вот. Какое несчастье, что сейчас климат изменился. Но, тем не менее, листочки мы находим. Вот это на самом деле листочек не гинка. Это прегинкофит. Называется он псигмофилем. Экспансом в данном случае. Прегинкофит, то есть это предок гинка. Истинные гинка, настоящие гинкофиты мы тоже находим. Но у вас в ассортименте их нет. Потому что находим мы их редко. А вот подобных растений мы находим много. Поэтому такие прегинкофиты, они в ассортименте. В большом достаточно можете увидеть в шоуруме Камбо. Листочки действительно красивые. Вот эти листовые пластинки. Они такие яркие, глянцевые бывают. Вот. Отпечатались они на песчаники. Это конкурсский ярус пермского периода. А если говорить о песчаники, если говорить еще о деревьях, то, конечно, нельзя не упомянуть вот этот образец. Посмотрите, пожалуйста. Сразу понятно, что это какое-то дерево, правда? Похоже на дерево. Но это не дерево. Это песчаник. На самом деле я вас разочарую тоже. Дело в том, что это всего лишь отпечаток ствола дерева. Но отпечаток очень качественный. То есть здесь вы можете увидеть фрагменты коры. Вот эти листовые подушки. Дерево называется Вячеславе. Если не ошибаюсь, здесь у меня его нет. Но вы можете увидеть его в других материалах. Вот на открытках они точно есть. Как такая форма до нас дошла? Такая форма, как будто бы это действительно часть ствола. Потому что это действительно часть ствола. Просто само дерево, сама органика, она, к сожалению, разрушилась. Но при этом... Нет, нет, она просто разрушилась, сгнила. Разрушила, исчезла. Надо понимать, что те растения и животные, которые я вам сегодня представил, им очень повезло. Потому что это миллионная доля процентов, наверное, тех животных, которые сумели до нас дойти через эти миллионы лет. Большая часть, конечно, постигла другая участь. Они сгнили, разрушились, и мы их уже никогда не увидим. А вот эти растения и животные, они сумели окаменеть, фасилизироваться. И все это благодаря, в том числе, тому, что здесь было много воды. Дело в том, что органика превращается в камень только при условии наличия большого количества воды. Если есть вода, то органика может превратиться в подобный образец. Если воды нет, то, к сожалению, нет. Именно поэтому подобные образцы из пермского периода в большом количестве встречаются у нас. Но ведь пермский период был на всей Земле, на всей планете. Но не везде можно найти подобные образцы. Потому что условия были разные. Вот у нас были условия, которые позволяют сохраняться, фасилизироваться органическим остатком. Это очень удачное стечение обстоятельств. У любого живого организма есть родовое и видовое название. Два слова. Мы с вами homo sapiens. А это псимофилим экспансом. А Пермское море было таким пологим склоном не всегда. И вот как раз в том районе, где сейчас Мазуевка, там происходили интересные события. Континентальный склон был очень резкий. И поэтому происходили подводные оползни. Вот эти осадочные породы, тогда еще классический обломочный материал, накапливаясь, потом сползал по этому склону, закручиваясь в такие рулетики. И сейчас эти рулетики мы можем разбивать и искать там такие листочки. В качестве песчаника там эта осадочная порода содержит огромное количество флоры, которая росла не здесь. Она росла гораздо выше, где-то по течению, там много километров вверху. Но именно благодаря тому, что так оно скатилось, там спрессовалось, сейчас мы можем эти листочки увидеть в прекрасной сохранности. Почему? Потому что вода вот это все скатилось прямо под воду. И там создались условия для фасилизации окаменеваний. Удивительные совершенно, действительно удивительные образцы. Давайте покажу всем. Вот, это черепа эстеменозухов. Это знакомые. Да, это эндемик. Обитали эти животные только на территории, посмотрите, пермского края нынешнего. Петр Константинович Угинов в 50-х годах проводил здесь раскопки недалеко от города Очор. Дежурский холм. Это были одни из крупнейших палеонтологических раскопок в Советском Союзе. Несколько лет здесь эти раскопки производились. И несколько вагонов с целыми скелетами вот этой фауны. Вагонов? Потому что это довольно крупное животное. Сейчас вы их можете увидеть в Дарвинском музее, например. Съездите, посмотрите. Есть реплики, которые можно увидеть в нашем музее, например. Но они пластмассовые. Они довольно крупные. А они к 8 или как? Размером с бегемота. Самый крупный 5,5 метров. Но это черепа? Это черепа, да. Это черепа. Как выглядело животное, можете посмотреть на обороте. Там прекрасная реконструкция. Вот. Их мы тоже находим. Например, силами нашего некоммерческого партнерства несколько лет назад впервые за чуть ли не 50 лет со времен раскопок Петра Константиновича Чудинова был найден крупный фрагмент скелета. Есть именно Зуха. Тоже недалеко от Ачора мы нашли фрагмент лопатки. Довольно крупное животное было. Тоже около 5 метров по оценкам. То есть крупных животных найти тоже можно. Или в той же Куэде мы находим остатки тетропот. Метр, полтора. То есть достаточно крупное животное. Их тоже можно найти на территории Пермского края. Но они не хищники. Они просто травоядные. Вы про истемензухов говорите? Они всеядные. Вот эти зубки большие. Они нужны были. Нет. Они преимущественно растительноядные. Как сейчас считается. А палеонтолог каким образом выбирает период, который он изучает? Вообще есть специализация. Я живу в Перми, мне нравится Пермский период. Почему нет? Хотя у нас, между прочим, на территории Пермского края можно найти отложение не только Пермского периода. У нас есть много чего. У нас есть и Дивон, у нас есть и Карбон. Почему нет? Но все-таки, мне кажется, Пермский период, его надо изучать в Перми. Правда? Логично. Я энтузиаст. Нельзя сказать, что я изучаю Пермский период. Я его исследую. Давайте назовем это так. Потому что у палеонтологов, которые занимаются изучением, у них очень узкая специализация. Вообще-то. Есть люди, которые специализируются на морских ежах. Есть специалисты по крокодилам. И так далее. То есть, если ты чем-то занимаешься, если у тебя серьезная научная работа ведется, палеонтологическая, то ты узкий специалист. А я энтузиаст. Меня интересует все. Ну, несмотря на это, у меня есть и виды, которые я нашел. Не я описал. То есть, я отдаю это людям, которые этим занимаются. Они описывают эти виды. Но, тем не менее, этот вид нашел я. Ну, то есть, вот я нашел, стрекозу отдал. Там стрекозу и писали. Всем приятно. Тем не менее, у нас подобных окаменелостей можно встретить очень много. И я вас призываю. Смотрите под ноги. И вы наверняка сможете что-то интересное наверняка найти. Продолжение следует...